Масленица 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 Как раз то время, когда можно полакомиться блинами и повеселиться, участвуя в играх и забавах. В дохристианские времена у древних славян было своеобразное отношение к Солнцу и Земле. Часто молитвами и обрядами они обращались к Земле в надежде снискать ее благосклонность, чтобы получить хороший урожай. И вот на Масленицу, в преддверии начала полевых работ, славяне всеми силами старались отметить и даже, возможно, как-то поощрить плодовитость земли. А так как славяне верили, что их умершие предки имеют силу влиять на плодородие почвы, в дни Масленицы они поминали усопших блинами, чтобы задобрить их. Отсюда и появилась еще одна версия о блинах на Масленицу, как о поминальном блюде. Масленица и христианство Что же касается христианских традиций, то на период Масленицы в православии приходится сырная седьмица, идущая сразу после мясопустной недели. Это время, когда существует запрет на прием в пищу мяса, но разрешено кушать молочные продукты и рыбу каждый день. Это время, предшествующее великому пасхальному посту. Мы уже не так давно рассказывали, чем народная Масленица отличается от христианской сырной седмицы. Безусловно, с приходом христианства были неоднократные попытки со стороны церкви отменить этот праздник. Но эти попытки не увенчались успехом, а лишь сократили время празднования до одной недели. Со временем понятия Масленицы и христианства тесно переплелись в сознании народа между собой и по сей день успешно сосуществуют. Празднование Масленицы на Руси. Но сегодня мы поговорим именно о народном наследии и традициях, о празднике Масленицы. После новогодних святок Масленицу можно смело назвать самым продолжительным праздником с разнообразными традициями, обычаями, с маскарадными шествиями и катанием с горок. Празднуя Масленицу на Руси, народ устраивал балаганы и карусели, конкурсы ледяных скульптур, хождение по гостям, чествование молодоженов и ритуальные костры. В России всегда зимы были долгими и студенными, поэтому люди радовались приходу тепла и смене долгих скучных ночей на яркие рассветы и теплые солнечные дни. Тризну по уходящей зиме стужи отмечали весело, некоторые даже с чарками доброго вина и угощениями из горячих блинов, как символа солнца. Название дней недели – Масленицы. Каждый день Масленицы по традиции имеет свое название. Обрядовыми песнями и обычаями народ в названии каждого дня Масленицы вкладывал определенный смысл. И первый день Масленицы называется «Встреча». Как и любой праздник на Руси, в этот день звучали обрядовые песни. «Ой, да Масленица на двор въезжает, широкая на двор въезжает, ой, да Масленица широкая, погости недельку, недельку». К началу праздника готовились заранее. На площадях сооружали горки, устраивали качели, балаганы для скоморохов и готовили столы для сладостей и угощений. Также было принято в первый день Масленицы ходить в гости к родственникам. А молодые девушки пели обрядовые песни, парни мастерили соломенное чучело Масленицы и ходили с ним по улицам. Дети катались с горок, а также ходили по дворам в Атагою и просили хозяев вынести им старое тряпье. При этом они говорили такие слова «подайте на Масленицу на Великий пост». Когда детвора насобирают нужное количество добра, выносят его на высокое место и поджигают костер, масленку. Вокруг костра они пляшут и приговаривают «Гори-гори ясно, чтобы не погасло». Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Ну а второй день Масленицы называется «Заигрыши». Во вторник Масленицы было принято кататься на санках с горок или на лошадях. Молодые парни приглашали девиц прокатиться с ними, а в это время присматривались, ведь после поста наступит и традиционное время свадеб. А кататься в народе любили на Масленицу, на самых разнообразных средствах и названия у них были замысловатые. Например, корешки. Это обычные доски. Они заменяли санки. Для этого применялись доски, замороженные на лютом морозе. А для катания на корешках на берегах рек выстраивали катушки из толстых бревен и жердей. По ним-то и скатывались с разбегом до 300 метров и с такой скоростью, что дух захватывало. Также катались взрослые дети на саночках со стульчиком, которые назывались чунки. С удовольствием катались на трублях. Это санки с перельцами и рулем. А самые маленькие дети катались на ледянках, на небольших дощечках, выдолбленных впереди в виде копытца. Любимым занятием детей было катание с гор большими группами на снопах соломы и на телячьих шкурах. В народе существовала примета. У того, кто дальше всех скатится с горки, уродится длинный лен и масло будет хорошо взбиваться. Вот и старались и дети, и взрослые одержать победу в соревнованиях по катанию с горок. Третий день масленицы. Лакомка. Тетушка Варвара. Меня матушка послала. Дай сковороды до сковородничка. Мучки до подмазочки. Вода в печи. Хочет блины печи. Где блины, тут и мы. В этот день в семьях пекли блины с разнообразными начинками, а также из муки. Ячневой, гречневой, овсяной и пшеничной. Из пресного и кислого теста можно было испробовать блинков. В этот день существовала традиция приглашать в дом зятьев. Для веселья и забавы зятя теща обычно приглашала в свой дом родственников и угощала блинами. Четвертый день масленицы. Разгул или разгуляй. Его еще называли перелом или широкий четверг масленицы. С середины недели уже прошли три дня веселья, но впереди еще три дня праздников. День для хороводов, игр и гуляний. В этот день катались гор молодоженов, после чего их заставляли прилюдно целоваться. А тех, кто сопротивлялся, засыпали снегом по самую шею. На масленичный разгуляй устраивались кулацкие бои. Выходили биться сам на сам, стенка на стенку. При этом обязательно соблюдались правила бить ниже пояса и по затылку было запрещено. Также запрещалось в рукавице прятать тяжелые предметы. Пятый день масленицы. Гостевой день или тещины вечерки. Обычно в этот день зятья угощают тещь блинами. В народе говорили, хоть тещины блины сладкие, да тещь угощают на масляную зятьки. Тещины вечерки на масленицу устраивали зятья, приглашая на ужин тещь одних или почетно со всеми родными. Существовал обычай с вечера приглашать тещину блины, а утром во двор к тещам приходили от зятья нарядные званые. И чем больше званых, тем больше почета тещи. А девушки в этот день пекли блины и шли с ними к горке. При этом держали блины в миске на голове. А парни, кому эта девушка нравилась, старались отведать блинов и узнать, хороша ли будет хозяйка, умеет ли она готовить. Шестой день масленицы. Золовкины посиделки. Начало проводов масленицы. Масленица уже постарела. В субботу на Золовкины посиделки молодая невестка приглашала к себе в гости своих родных. Если Золовки у невестки были еще в девушках, то гостями в доме были молодые незамужние подруги. А если были замужем Золовки, то молодая жена своих гостей возила на санях ко всем Золовкам, при этом она обязана была одаривать каждую подарком. Вечером этого дня по обычаю сжигали чучело масленицы, но перед этим, разумеется, выносили его на околицу с почетом. Седьмой день масленицы. Прощенное воскресенье. Последний день масленицы. Прощенное воскресенье. Или, как его еще называли, целовник. Или проводы. С раннего утра на Руси все от мала до велика просили прощения друг у друга в воскресенье масленицы. При этом говорили такие слова. Прости. Сыми с меня вину. Или прости, если что неладного между нами вышло. Таким образом, наши предки с открытой душой старались позабыть обиды, утворить лад между собой и не держать на памяти зло. Дети просили прощения у родителей. При этом прощение всех обид завершалось поклоном и целованием. Принято было в этот день ездить в гости к кумовьям и одаривать их подарками. Ну а вечером христиане нередко собирались в церкви на вечернюю службу, которая открывала Великий Пост, о котором мы, разумеется, тоже будем рассказывать на нашем портале отдельно. А пока это основное на сегодня об истории возникновения праздника масленицы и о традициях празднования каждого дня масленицы на Руси, что мы хотели рассказать. Подробнее о конкретных забавах и играх, обрядах и старославянских заговорах на масленицу мы расскажем вам в следующий раз. А к масленице также советуем почитать на нашем сайте или посмотреть на канале дополнительно и про рецепты вкусных блинов с разными начинками и из различных видов муки, про различные способы заворачивания блинов для подачи на праздничный стол, а также узнать о народных приметах на первую и вторую половину марта и даже о мартовских православных датах. Ну а на сегодня у нас все. Совсем скоро выйдет на канале часть вторая, а вам всего хорошего, чистого неба над головой и прекрасной широкой масленицы. Но на этом еще не конец, вернее все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok